Минувшая неделя не принесла громких мировых премьер, если не считать свежую версию внедорожника Санг Йонг Рэкстон. Учитывая бедственное положение корейцев, эта новинка марку или спасет, или мы о ней больше никогда не услышим. Зато в России под занавес года пресс-релизы посыпались как из рога изобилия. К дилерам наконец-то добрался новый Land Rover Defender, и пока задерживается обновленный Volkswagen Tiguan. Объявлены цены на компактный и недешевый кроссовер Peugeot 2008. Еще менее доступным оказался Hyundai Palisade, покупателям которого придется платить налог на роскошь. Клиентов Мерседеса налогами не удивишь, и они без лишнего шума уже заказывают новый и сильно подорожавший S-класс. А вот первые изображения обновленной лады Нивы напротив шумиху поднимут, в этом мы не сомневаемся. Гран-при Бахрейна вышел во всех смыслах зажигательным. Так Ромен Грожан на первом же круге зацепил машину Даниила Квята, вылетел с трассы и врезался в ограждение. От удара болит развалился пополам и мгновенно вспыхнул. Притом из пылающего кокпита гонщик смог выбраться далеко не сразу, так что ситуация выглядела действительно страшно. Тем удивительнее, что Ромен обошелся без серьезных травм и уже выписан из больницы. В любом случае, пилот команды ХААС явно должен записать 29 ноября своим вторым днем рождения. Порядок на трассе наводили почти полтора часа, но после рестарта гонку пришлось останавливать снова. Теперь Квят зацепил заднее правое колесо Лэнса Строла и машина Канадса, совершив эффектный кульбит, замерла вверх колесами. Судьи наказали россиянина 10-секундным штрафом, но даже при таком раскладе Даниил умудрился финишировать 11-м. Выиграл этап Льюис Хэмильтон, следом за которым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим гонку закончил Алекс Элбан. К слову, успешный финиш Макса и Алекса принес Рэдбулу второе место Кубка Конструкторов. Воскресную гонку младшей Формулы 2 выиграл пилот программы СМП Рейсинг Роберт Шварцман, поднявшийся на четвертую строчку зачета пилотов. Еще один наш соотечественник Никита Мазепин в Бахрейне приехал вторым. В итоговой же классификации он числится третьим, притом разрыв между двумя россиянами перед финальным этапом составляет ничтожные три очка. В отличие от Шварцмана, который проводит в Формуле 2 свой дебютный сезон, Мазепин на полгода старше и попал во вторую Формулу в позапрошлом году. А в следующем сезоне Никита переходит в королевские гонки. Таким образом, как минимум один российский пилот в Формуле 1 останется. Многолетнее соглашение с Мазепином подписала команда ХААС. Любопытно, что напарником 21-летнего москвича будет Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера и без пяти минут чемпион Формулы 2. Полностью новый Сангьонг Рекстон появился без малого 4 года назад. Однако корейская марка только что провозгласила выход нового поколения модели. И это при том, что бренд, принадлежащий индийской Махиндре, едва-едва сводит концы с концами. На самом деле, объявленный выход аж пятой генерации – выдумка маркетологов. По факту же Сангьонг лишь выкатил рестайлинговый вариант своего флагмана. Обновление принесло полностью новое оформление передка со светодиодными фарами и огромной решеткой. В салоне прописались другую руль, обивки дверей да джойстик управления автоматом вместо традиционного рычага. Также корейцы декларируют более дорогие материалы отделки, а для топовых версий – виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин-медиа-системы. Бензиновая турбо-четверка, которой готовы ассистировать шестиступенчатые механика и автомат, осталась неизменной. А турбо-дизель нарастил мышечную массу. К слову, этот мотор поставляет Hyundai. И в отличие от того же Kia Sorento, продажи которых приостановлены в России из-за проблем с роботом, на Rexton, как и на премиальные Genesis'ы, ставят только автоматическую коробку, которая после рестайлинга заимела 8 ступеней вместо 7. Еще одно новшество – гидравлический усилитель руля сдал пост электрическому, а в списке электронных ассистентов появилось множество дополнительных позиций. Поставки машин в Европу намечены на весну, а из России Санг-Йонг окончательно ушел больше года назад и вряд ли найдет сил вернуться. А жаль, в родной Корее Rexton стоит на треть дешевле рамника Kia Mahave, а эти машины, собранные в Калининграде крупноузловым способом, российская публика встретила ну-ура. В конце прошлого года АвтоВАЗ полностью выкупил совместное предприятие GM АвтоВАЗ, и бывшая Chevrolet Niva снова стала Ладой. Теперь внедорожник ждет большой рестайлинг. По шпионскому снимку видно, что Niva сохранит большую часть кузовных панелей, но приобретет полностью новое выражение лица. Добавим, что этот фейслифтинг готовил еще GM АвтоВАЗ. Не случайно машина на фото напоминает концепт с Niva 2. Его показывали на московском автосалоне 6 лет назад, но до конвейера та разработка не дошла. По данным телеканала АвтоВАЗ, нынешний вариант Niva будет выпускаться до конца этого года, а обновленные машины выйдут на рынок в феврале. Примерно тогда же Lada представит обновленный Largus. По нашей информации машины уже покидают конвейер. Универсалу достанутся фары, капоты, крылья от Renault Logan 2-го поколения, а вот бампер будет своим, в духе других моделей Lada. Сзади автомобиль-долгожитель не изменится вовсе. Переднюю часть салона заимствуют у другого Renault, кроссовера Duster, так что мы без зазрения совести покажем интерьер французского паркетника. Хотя рулем, сиденьями и медиасистемой поделятся уже Lada X-Ray. А вот рестайлинга Vesta придется ждать не меньше полугода. Шпионских иллюстраций нет, поэтому нам придется показывать нынешнюю машину и представлять, что модернизация принесет полностью светодиодную оптику, большой планшет медиасистемы и, соответственно, совсем иную переднюю панель. Есть версия, что будущее Vesta даже примерит французский турбомотор, который уже успел появиться на двух Renault – Captur'е и Arkane. От народных автомобилей взлетаем в премиум. Mercedes-Benz навесил ценники на свежее поколение S-класса в 223-м кузове. Как выяснилось, к нам поначалу приедут лишь длиннобазные полноприводные седаны. На выбор покупателям предложат бензиновые и дизельные моторы, а также пару комплектаций – попроще и побогаче. За дизельное исполнение придется отдать больше 11 миллионов рублей, а за бензиновое – почти 12. Даже по меркам этого класса – недешево, ведь длиннобазной дизельной BMW 7-й серии реально купить за 8 миллионов, а седан Audi A8 обойдется еще дешевле. Флагманский кроссовер Hyundai Palisade выходит на российский рынок через два года после премьеры. Пауза потребовалась, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос в родной Корее и США. Теперь оценить достоинства модели предстоит уже нам. Базовая комплектация стоит больше 3 миллионов рублей, а это означает повышенную ставку транспортного налога, так называемый налог на роскошь. За эти деньги Hyundai будет предлагать 8-местные дизельные полисейды, а бензиновая версия обойдется на 50 тысяч дороже. В стартовую комплектацию включены кожаный салон, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, светодиодные фары, электропривод сидения водителя и камера заднего вида. В топовой комплектации такой Hyundai стоит почти 4 миллиона. Притом вместо трехместного дивана на втором ряду можно заказать пару раздельных капитанских кресел с обогревом и вентиляцией. Между тем, в глобальном смысле концерн Hyundai идет по пути электрификации, поэтому название новой модульной архитектуры EGMP мы еще не раз услышим. Как и другие производители, корейцы пришли к выводу, что переводить традиционные модели на электротягу сложно и дорого. Гораздо правильнее изначально закладывать модульную батарейную платформу, на базе которой затем создавать зеленые новинки. В целом тележка напоминает разработки конкурентов, когда тяговая батарея продолжает силовую структуру. Однако по некоторым показателям корейцы смогли превзойти соперников. Так Hyundai внедрила электромоторы нового поколения, у которых максимальная скорость вращения на 70% больше, чем обычно. Аккумуляторы тоже инновационные, с удельной емкостью на 10% выше. Притом ячейки готовы принимать ультрамощный заряд напряжением 800 вольт и мощностью 350 киловатт. Пятиминутной стоянки возле такого терминала хватит на сотню километров пробега. Сама платформа заднеприводная, но возможность внедрить спереди второй мотор, чтобы организовать привод 4х4, тоже заложена. Что вполне объяснимо. К 2025 году EGMP станет основой сразу для 23 самых разноплановых машин. Но вернемся в российскую реальность. Ведь еще один затянувшийся сериал под названием «Выход Land Rover Defender» тоже порадовал финальными титрами. Дилеры, наконец, начали продажи реальных машин, хотя до этого только принимали заказы. К счастью, за неполных три месяца ценники остались прежними. А в базовой комплектации «Пятидверка» по-прежнему стоит чуть больше 4 миллионов рублей. Ну а топовые Land Rover это сразу 7 миллионов. На выбор предложены пара турбодизелей и один бензиновый мотор, дополненный мягко-гибридной надстройкой. Во всех случаях передавать крутящий момент помогают восьмиступенчатый автомат и двухступенчатая раздатка. Под занавес года в России дебютирует Peugeot 2008 второго поколения. Приятно, что марка продолжает радовать нас чистокровными европейцами. Однако без локализации маленький паркетник получился отчаянно дорогим. 1 миллион 600 тысяч рублей за базовый вариант. За такие деньги клиенту положены 100-сильный турбомоторчик и ручная коробка. А из оборудования 4 подушки безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер, задний парктроник плюс медиасистема да круиз-контроль. За сочетание более мощного двигателя и классического автомата придется накинуть еще 140 тысяч. При таких ценах 2008-й останется не просто экзотикой, а штучным товаром. Но хотя бы останется. А вот Volkswagen Tiguan наверняка сохранит статус бестселлера. Ведь машину делают на заводе под Калугой. Обновленный кроссовер европейской публике показали еще летом. Но мы встретим новинку лишь через неделю-другую. Чтобы прикрыть затянувшуюся паузу, в местном офисе марки решили опубликовать полный перечень версий. Но обсуждать содержимое комплектации пакетов, не зная цен, пожалуй, не имеет смысла. Отметим только, что базовый уровень подразумевает трехзонный климат-контроль, штатную медиасистему, светодиодные фары и подогреваемый мультируль. В гамму мотора включены только бензиновые турбочетверки, а вот дизель снова исключен из списков. Хочется верить, что временно. Еще одна модель отечественной сборки, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, наоборот, откладывает премьеру рестайлинга аж до весны. Напомним, что обновленная версия отличается не только внешне, но и салоном. Также на весну намечены поставки посвежевшего кроссовера Eclipse Cross. К этой модели дизайнеры пририсовали полностью новую переднюю часть, а сзади убрали фирменное двухсекционное окошко. Марка Chery выставила новые прайс-листы на самую доступную модель – кроссовер Tiggo 4. Так, с приходом зимы машина стала дороже на сумму от 30 до 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Вдобавок из гаммы исчезло сочетание двухлитрового атмосферника и механической коробки, а стартовый мотор объемом полтора литра перенес модернизацию. Правда, что нам дают новые форсунки, катушки и блок управления, в Chery не рассказали. А закончим этот выпуск грустной новостью о кончине модели Aquila, которая прожила долгую жизнь, но останется одной из самых редких российских машин. Эту модель в 2012 году представил уже тогда полуживой Таганрогский автозавод. В основе четырехдверного фастбека лежал стальной трубчатый каркас, на который навешивались пластиковые панели кузова. До полной остановки Тагас успел собрать лишь несколько десятков автомобилей. В 2016 году пластиковое чудо неожиданно воскресло во Франции. Там семья Михаила Парамонова, бывшего владельца автомобильной империи, основала фирму MPM Motors, и Aquila возродилась под свежим брендом. Сначала модель стала называться PS-160, а затем R-Elys. Автомобиль делали небольшими тиражами на заводике под Парижем. Известно, что всего клиентам передали чуть больше тысячи экземпляров, часть из которых оснащена атмосферными движками Mitsubishi, а свежие вариации имели под капотом французские турбомоторы. Но теперь все кончено. Как заявил сам производитель, в марте начнется процедура ликвидации MPM Motors, и имущество фирмы будет продано на аукционах по банкротству. Впрочем, владельцев фастбеков призывают не волноваться, обещая сохранить необходимый объем деталей для будущих ремонтов.